Если взять экономику, да, Путин вмешивается, мы это видим все время, проводит какие-то совещания, раздает какие-то указания финансистам, людям, которые занимаются проблемами экономики в регионах, кого-то отчитывает, кого-то ругает. Вот наскочил на губернатора молодого Калининградской области Алиханова, который в какой-то момент на совещании с Путиным стал говорить, что послушайте, причина тех трудностей, с которыми мы сталкиваемся, это очень серьезные санкции со стороны Запада. А Путин его оборвал и сказал, что нечего тут вообще валить с больной головы на здоровую, потому что не в санкциях дело, а в том, что вы плохо работаете. Понимаете, когда какая бы лояльная элита ни была, она начнет рано или поздно роптать, когда особенно ее обвиняют в том, в чем она не виновата, когда система управления работает плохо. Не потому что они, министры, губернаторы, региональные руководители разных типов и должностей, не справляются со своими обязанностями, а потому что вот есть на то определенные объективные основания. И смотрите, есть еще одна вещь важная и существенная. Я имею в виду то, что перестает работать система принятия и осуществления решений по законам жанра спецоперации. Когда всего несколько человек посвящены в то, какое решение готовится, как оно готовится, и это решение в результате оказывается абсолютно неожиданным для большинства членов самого верхнего уровня российской правящей верхушки. Как вот это было, мы видели же своими глазами, что когда Путин проводил то самое пресловутое совещание членов Совета Безопасности, выяснилось, что почти все они были вообще не в курсе дела и не знали, что готовится так называемая специальная военная операция. И вот понимаете, здесь может произойти любопытный процесс пойти, процесс, я бы сказал, плавного отстранения Путина от власти. Вот он останется, он может остаться, знаете, вот таким вот туркмен-баши, вот таким вот там отцом и лидером нации, потому что может произойти следующим образом. Разные лучшие, худшие, более эффективные, менее эффективные российские правительственные чиновники федерального уровня или регионального уровня начнут принимать на себя ответственность за многие решения, понимая, что по-другому ничего не получится, по-другому будет только хуже. То есть они будут оказывать, что называется, все знаки внимания Путину, они будут демонстрировать внешне на людях всяческую лояльность, улыбаться, кивать, говорить, есть, так точно, разрешите выполнять. Вот как на самом деле очень часто бывает в практической жизни, особенно вот в жестких вертикальных системах, построенных на безоговорочном вроде бы подчинении. Я вот служил в армии, я знаю, что это такое, когда умный офицер, получив идиотскую команду от своего пузатого и не очень умного начальника, понимает, что дальше нужно ему самому принять правильное решение, осуществить некий набор там шагов, действий, добиться какого-то результата, а потом доложить командующему, командиру, начальнику, что ваше приказание выполнено, товарищ генерал, все, мы всего добились, всего достигли, всех победили. Я на самом деле в своей жизни этот метод неоднократно использовал в нашей мирной журналистской работе, потому что приходилось в разные периоды жизни работать с людьми, которые ставили совершенно дурацкие, никому не нужные задачи. И я вот научившись еще в своем, так сказать, военной молодости недолгой офицерской, когда вот я служил в Афганистане военным переводчиком, научившись вот этим нехитрым премудростям, я примерно так и поступал. Я говорю, все, понятно, вот такая идея, устал большой палец показывать. Можно скорее выполнять. Потом шел и делал свою журналистскую работу так, как казалось мне, нужно ее сделать, и в результате, как правило, попадал в десятку. То есть, когда налицо был хороший результат, начальство было страшно довольное. Оно уже не помнило, на самом деле, какие задачи оно ставило. Я думаю, что вот очень-очень может быть, что будет такой вот не обвальный какой-то, не драматический, а вот такой вот исподваль сценарий, такого вот вяло текущего, незаметного глазу распада существующего режима и тех правил, по которым он до сих пор функционировал. Знаете, вот как было в Советском Союзе, например, когда Брежнев был уже недееспособен, да, из-за него, по сути дела, правили другие люди, да, но при этом они все ему в поиск кланились и говорили, Леонид Ильич, дорогой, только не уходите. Он известная история, он даже в какой-то момент стал проситься на пенсию, на заслуженный отдых, но члены Политбюро, высшие руководители Советского Союза не хотели в тот момент никаких боев за его наследие. Понимали, что в случае чего может начаться война всех против всех и предпочитали, пусть лучше у нас вот будет у власти находиться Леонид Ильич, а мы будем каждый заниматься своим делом и за власть пока не воевать. Вот какой-то такой сценарий, похожий во всяком случае, может тоже в будущем иметь место. Фронт. Політика. Економика. Життя. Найголовніші новини та гострі теми тижня. Щонеділі 20.30. Ютуб-канал «Україна-24». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok